Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ в студии Дарья Янченко и коротко о главных событиях. Ненадежные домофоны. С наступлением зимнего сезона участились случаи проникновения злоумышленников в подъезды. 8780 исполненных производств, отыскание алиментных платежей на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Алименщиков к ответу судебным приставам разрешили задерживать должников без привлечения полицейских. Это прежде всего потому, что это будет работать долго и не будет каких-то тех поломок. Техническая зимовка. Сахалинские аграрии подготовили машины к сезонному хранению. Она маленькая, она уютненькая. Здесь все свои, здесь все родные. Ровесница островного региона. Школа села Победина Смирныховского района отмечает 70-летний юбилей. На Сахалине возможно появится еще одна авиакомпания для работы на внутренних линиях. С предложением о создании такого авиационного перевозчика выступил глава региона Олег Кожмяка на заседании правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока в Москве. Это, наверное, одна из самых больных тем. Из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, осталась, по сути дела, шестая часть. Сахалинского губернатора поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Зачастую жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока не могут вовремя добраться до больницы. А это прямая угроза для жизни людей. По мнению Олега Кожмяка, новую компанию нужно оснастить небольшими самолетами. Единая модификация, единый тип судов позволит нам у себя создать базу технического обслуживания этого типа машин и других тоже на базе ДН-8. В ближайшее время, по предложению Юрия Трутнева, в нормативные документы внесут изменения, которые позволят снизить стоимость авиабилетов для жителей ДВФО. Также правительство страны планирует модернизацию пункта пропуска через государственную границу на острове Шикотан, чтобы не было простоев судов, пришедших с уловом. Процесс модернизации затронет аналогичные объекты в Холмске и Невельске, а также в других регионах Дальнего Востока. На участке дороги Троицка-Новотроицка произошло серьезное ДТП. Toyota Mark II занесло на встречную полосу. Водитель не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Toyota Letays No. Младелец седана сильно пострадал, но остался жив. Его спасла подушка безопасности, которая вылетела из-за сильного столкновения. На помощь пострадавшему подоспели очевидцы. Он более-менее сначала выровнялся, потом опять начал притормаживать, потому что машина пошла не в управляемый занос. И произошло лобовое столкновение. И оттуда я увидел, как водитель вывалился из-за руля и машина начала сигналить. Соответственно, мы сразу как бы собрались, может оказание первой какой-то помощи, подъехали сюда и сразу вызвали наряд ДПС. Какое-то время пострадавший мужчина не мог самостоятельно встать. Прохожие оказали первую помощь и вызвали спецслужбы. По предварительной информации, происшествие спровоцировал гололед. На место прибыли полицейские и фельдшеры скорой помощи. Первые метели и морозы ударили по имуществу сахалинцев с неожиданной стороны. Непогода выводила из строя домофоны на подъездах. Этим тут же пользовались хулиганы и воры. Как злоумышленники попадают в подъезды и есть ли способ по-настоящему надежно защитить личное и общедомовое имущество, узнавал Сергей Суханов. Два раза жаловались участковому. Он говорит, надо поймать и привезти его ко мне. Пенсионер Николай Чудинов личные вещи в подъезде не оставляет. Своруют или испортят. У соседа украли велосипед. Почтовые ящики постоянно ломают. На лестничной площадке с наступлением зимы греются местные алкоголики. Домофон почти не защищает. Сломать запорную систему несложно. Магнит откручивают и попадают в магнит. Снимают счетчики на лестничном марше. Утром встанешь, ни света нет, ничего. Счетчик снятый. Другие частые и непрошенные посетители подъездов – малолетние хулиганы, которые вырывают провода, похищают содержимое почтовых ящиков и оставленные в подъездах велосипеды. Кстати, только за 2017 год у южно-сахалинцев было похищено более 200 единиц двухколесного транспорта. Интернет пестрит сообщениями от обеспокоенных жителей многоквартирных домов. По словам островитян, попадают в подъезды злоумышленники во время отключения электричества. Участились такие сообщения после недавних метелей. Девочки, будьте внимательнее. После бурана света не было. Так заколебали шпану из подъезда гонять. Они специально ждут отключений, чтобы, когда домофоны не работают, по подъездам шариться и воровать. Специалисты по установке домофонов в первую очередь советуют личные вещи, конечно, в подъездах не оставлять. Однако способы сделать электронный замок безопаснее все-таки есть. В первую очередь озаботятся тем, чтобы при отключениях света дверь оставалась закрытой. Не отключаются только те, у которых установлены блоки беспребойного питания. То есть они могут работать до 12 часов без света. Потом они автоматически заряжаются. Дороже стоит ненамного. А сколько? Ну, тысячи на пол, три на две. Часто замерзает и масло на доводчике двери. Это приводит к тому, что отварить ее можно простым рывком. Чтобы этого не случилось, нельзя подолгу оставлять дверь открытой и полагаться на дешевые доводчики китайского производства. Стоит уточнить у установщика, сменил ли он стандартный сервисный код домофона. Если не сменил, подъездный вор или хулиган легко найдет этот код в интернете. Сергей Суханов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Обвинение попросило для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима. Представитель генпрокуратуры Денис Штундр в вердикте обвинения попросил суд признать экс-губернатора виновным по 8 эпизодам. За получение взятки и по одному за легализацию денежных средств. К стюремному сроку прокурор также попросил добавить штраф в 500 миллионов рублей. Бывшему советнику Хорошавина Андрею Икрамову грозит 9,5 лет колонии, штраф в 300 миллионов. А Сергею Карепкину и Николаю Борисову 8,7 лет колонии, соответственно, и также крупные штрафы. Сейчас суд вновь объявил перерыв. Заседания возобновятся 5 декабря. К прениям приступит сторона защиты. В Сахалинской области по сравнению с прошлым годом стало меньше неплательщиков алиментов. Неответственные родители задолжали своим детям полтора миллиарда рублей. Возвращать положенные по закону денежные средства оперативнее помогает ужесточение мер принудительного характера. Месяц назад появилось и еще одно нововведение. Какое, расскажут мои коллеги. Сотолженность по алиментам почему у вас? Солуженную кладку. Для островных судебных приставов ходить по адресам должников привычное дело. На исполнении в региональном управлении федеральной службы за 10 месяцев этого года находилось около 9 тысяч документов о взыскании денежных средств. Сумма долга безответственных родителей перед своими детьми составила полтора миллиарда рублей. Хотелось бы отметить, что если ранее на протяжении нескольких лет количество исполненных производств, находившихся на исполнении, оставалось неизменным, то в 2017 году это количество снизилось почти на 900 исполненных производств. Произошло это благодаря ряду изменений в законодательстве Российской Федерации. Одна из эффективных мер по взысканию алиментов с должников – временное ограничение на пользование специальным правом на управление автомобилем. Только после предупреждения о перспективе остаться пешеходом в этом году должники выплатили 3 миллиона рублей. А по уже вынесенным постановлениям взыскано 17 миллионов. После наложения арестов на имущество или банковские счета задолжавшие выплатили более 3 миллионов рублей. Среди неплательщиков есть и особо злостные. Бывший муж Марии Степновой не платил алименты 12 лет. Все принятые меры не подействовали. О своей беде на камеру женщина говорить отказалась. У него ничего нет, можно сказать так. Потому что официально не работает нигде. Я узнала, что сейчас действует новая мера, новый закон введен, что приставы могут задержать на месте нарушителя, неплательщика. Я надеюсь очень, что эта мера как-то подействует. Согласно новому федеральному закону, принятому в октябре 2017-го, судебным приставам разрешено задерживать должников без привлечения полицейских. Эта мера должна особенно помочь в розыске алиментщиков и привлечении их к ответственности за уклонение от исполнения родительского долга. С окончанием уборочных работ сахалинские аграрии отправили технику на зимовку. Комбайны, тракторы и другие машины законсервированы до весны по требованиям ГОСТа. Это помогает продлить их срок службы. Не будет каких-то тех поломок, которые могли бы быть из-за именно неправильного хранения. Это долговечность работы и резины, колес, которые достаточно недешевые, если их мы будем каждый год приобретать. За последние два года по области приобретено техники порядка 800 единиц. Из них субсидировано порядка 170 единиц на сумму 360 миллионов. Компания «Гринагра Сахалин» в рамках ТОР «Южная» строит в Троицком крупнейший на Дальнем Востоке жертвовательский комплекс. За последние два года предприятие закупило 166 единиц техники. Ознащение позволит заготавливать в карманы суммой более 900 миллионов рублей. В этом деле хорошо зарекомендовали себя машины фирм зарубежных производителей. Поздравление сегодня принимает школа села Победино Смирныховского района. Одна из 100 лучших школ России отмечает 70-летний юбилей со дня ввода первой семилетки. Ежегодные стены учреждения выпускают серебряных и золотых медалистов. Накануне в гости к юбилярам приехали бывшие ученики, учителя, ветераны педагогического труда и официальные лица. Добрый день! Потом все наладилось и все было замечательно. Сверкает яркими огнями такой знакомый милый зал. Сегодня снова детство с вами. Сегодня школа, юбилея. Ну, школа здесь хорошая. Никто не ругается, никого не наказывает, никто не бегает по школе. Мой любимый предмет – это физкультура. За 70 лет сельская школа доказала, что может идти в ногу со временем. Победенцы вошли в список 100 лучших школ России, где учитывались образовательные и внеурочные программы, профессионализм педагогов, успехи учеников. Также коллектив добился ордена почета от Национальной академии общественного признания. В этом году стал лауреатом конкурса образовательных проектов «Гражданин и патриот России». На данный момент нас обучается 132 человека. Дети очень хорошие, добрые, отзывчивые. Точно такие же и педагоги. Обучаем мы их по программе развивающего обучения. Стараемся до всех донести. Каждый год в Победино проводится областной слет наследники Победы. И местные школьники всегда в призерах. Они даже ухаживают за памятниками военных лет. Участвуют в перезахоронении останков советских солдат. Я раньше училась в Смирных, но переехала сюда. И здесь я очень счастлива. Здесь у меня много друзей. Здесь все дружелюбные, хорошие учителя. Учиться в школе стало гораздо комфортнее. Ведь внутри проведен капремонт. Остается только обновить фасад. Построить рядом со школой спортплощадку. Игорь Интипов, телекомпания ОТВ. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. В WorldSkills я принимаю участие в первый раз. Решил набраться нового опыта. Профессионалы на старте. На Сахалине начались отборочные туры для участия в национальном финале WorldSkills. Да, возможно, это будущие инженеры. Безграничная фантазия и роботизированное будущее. Иностровные дети учатся создавать умные машины. Не подвели. Сахалинцы завоевали медали на всероссийском турнире по олимпийскому карате в Крыму. Продолжаем выпуск. На Сахалине впервые пройдет национальный финал WorldSkills. Знаменательное событие состоится в августе следующего года. Но подготовка началась уже сейчас. На отборочном туре в Сахалинском промышленно-экономическом техникуме побывала наша съемочная группа. Это стандартное задание формата WorldSkills. И вообще он очень хорошо раскрывает умение, знания и опыт реки. В престижных состязаниях WorldSkills студент 4-го курса Сахалинского промышленно-экономического техникума Владимир Севрюков участвует уже не первый раз. В прошлом году на региональном этапе он занял третье место. В этом надеется на победу. Это очень полезный такой опыт. К тому же понял некоторые свои ошибки, научился все это делать быстрее, лучше. Очень полезное. Его однокурсник и соперник Владимир Зимин соревнуется впервые. Уверен, что такой конкурс – это отличный профессиональный старт. Оно мне даст в будущем при устройстве на работу более хорошие бонусы, более открытые места и опять же опыт. Сегодня участники скрестили шпаги в компетенции электромонтаж. Им нужно собрать автоматическую схему, приводящую в движение гаражные ворота. Для этого необходимо запрограммировать релейную систему и проложить кабель, ведущий к электродвигателю. Все это выполняется на скорость. Здесь предъявляются жесточайшие требования к соблюдению технологий процесса и техники безопасности. Любые перемещения участников строго регламентированы. Разрешено покидать площадку, если он как бы изъявился, он ушел. Единственное, что он может прийти только в определенное место, в определенное пространство, под контролем волонтеров или экспертов. Это первый отборочный тур внутри учебного заведения. Из шестерых выберут двоих, которые покажут свое мастерство уже на уровне области. Мы готовимся к участию и в региональном чемпионате, который будет проходить в феврале. Ну и надеемся, что в дальнейшем сможем принять участие и в национальном чемпионате, который впервые будет проводиться на территории Сахаринской области. Проведение национального этапа WorldSkills запланировано на август. Специально для этого грандиозного события уже готовят площадку в Новоалександровске, закупают оборудование. Соревнование пройдет по 500 рабочим профессиям. Вера Рудакова, Максим Махин, Телекомпания УТВ. Робототехника в тренде. Оностровные дети – создатели умных машин. С начала учебного года вкладывают свою безграничную фантазию в создание механизмов будущего. Проект «Роботостарт», реализованный в рамках городского гранта, направлен на творчество детей с ограниченными возможностями здоровья. Об инженерных решениях нового поколения глазами детей расскажут мои коллеги. Такого же шустрого, как Вали, быть может, менее обаятельного, но функционального робота создавали всем миром. Сейчас манипулятором управляют хрупкие девичьи руки. Небольшая машина оправдывает свое звание умной. Готова помогать. Пока не так масштабно, как большие механизмы, но в будущем обязанностей у робота будет достаточно. Кружок для тех, кто фантазию и прикладные технические навыки складывает в единые машины, начал работу в сентябре этого года. И дети могут похвастать первыми инженерными решениями. Создатели роботов – дети с ограниченными возможностями здоровья, но обладающие бескрайней фантазией и упорством. Родителям это очень нравится. Да, возможно, это будущие инженеры. Дети такого плана очень любят собирать. Это видно даже по сравнению с другими детьми. Проект «Роботостарт» удалось запустить благодаря муниципальному гранту. В будущем занятия в этом новом для Дома детского творчества направлении будут продолжать. Такой лозунг робототехнику в массы. Каждый ребенок должен попробовать. Не обязательно каждый ребенок будет дальше заниматься техническим творчеством, но у каждого должна быть возможность. Предела совершенству в этой науке нет. Пока дети не мечтают всерьез об индустрии будущего, а создают своих механических помощников простыми, но универсальными. Впереди ребят ждут и крупные состязания. Педагоги планируют в этом году заявить о юных сахалинских роботомастерах на всероссийском конкурсе «Икоренок без границ». Евгений Коньков, Евгений Кузовков, Владислав Химич и Сергей Салихов. Телекомпания ОТВ. 29 ноября 1948 года был основан Всемирный союз охраны природы. Это праздник всех организаций, которые борются за спасение живой среды, в том числе и в городских условиях. Волонтеры фонда «Помощь животным» Сахалин вновь обращаются к неравнодушным жителям острова. Постояльцы приюта «Пес и кот» очень ждут заботливых хозяев. Репортаж Марии Рябовой. Жужа, собака хоть и бесхозная, но очень интеллигентная. Лишнего не позволяет и даже о себе напоминает очень аккуратно. Я здесь, погладьте меня, но я подожду. Также скромно и терпеливо Жужа сидела целую неделю у супермаркетов Хомутова, ждала хозяина, предполагают зоозащитники. Но он так и не пришел. И тогда собаку забрали в приют. Она не очень сопротивлялась и явно уже не раз ездила в машине. Поселили ее вместе с Марьей. Четвероногие барышни сразу сдружились, но взгляд их собачьих очей устремлен всегда на каждого нового гостя в приюте. Марью уже дважды забирали в семью, но каждый раз она вновь возвращалась в холодный вольер. Так-то у нее характер хороший, но в силу того, что она смешана с Хаской, она любительница убегать. Поэтому приходилось ее два раза забирать обратно. Так собака послушная, достаточно спокойная и в квартире себя ведет хорошо. Быть может, хоть на этот раз ее беспокойному нраву найдется достойный спутник, и она покинет это царство бродячих псов. Здесь много таких, на четверть или половину породистых, и даже таких вот крошек. Крепыши подкинули прямо к воротам приюта. Конечно, нужно скорее в дом. В тепло, в заботу, в любовь. Потому что собакам не место все равно в приютах. Обратились к зоозащитникам и соседям приюта. Наш иномонтаж забрел с виду породистый, ухоженный, но побитый другими собаками пес. То ли от стресса, то ли от новых условий зверь совсем не идет на контакт с человеком. Посмотрите, вдруг это ваш верный сторож. Я думаю, что такие собаки бездомными не бывают. Либо убежал откуда-то, либо просто не знаю, что случилось. Хотелось бы, чтобы откликнулся, да. Не остался равнодушным другу своему. На экране номера телефонов волонтеров приюта. Пока именно они ответственны за мокрые носы и эти глаза, словно капли янтаря. Собаки с надеждой всматриваются в свое будущее, пока наполненное лишь холодом ноября. И вновь мечтают. Хозяин, отзовись. Не одиноко, а без человеческого тепла. Мария Рябова, Евгений Ахмадеев, Телекомпания ТВ. Воспитанники областной спортшколы по восточным единоборствам вернулись из Крыма. Там островитяне завоевали третье командное место всероссийского турнира по олимпийскому каратэ на Кубок ТЭС. На татаме встретились свыше 500 спортсменов из 14 регионов страны. Сахалин создал всем серьезную конкуренцию. Сумел взять медали всех достоинств. Крым не может похвастать современными спортзалами, поэтому свои просторные площади всем предоставил отель «Ялта Интурист», где каратисты, собственно, и проживали. Это очень удобно. То есть не нужно ни детям, ни спортсменам, не нужно выходить на улицу, садиться в автобус, ехать куда-нибудь за 3-9 земель в спортивный зал. Вышел из комнаты, спустился до второго этажа, в кимоно переоделся и все. Островная сборная состояла из 18 человек. В большинстве категории наши проявили себя блестяще, как в защите, так и в нападении. Кто-то выступал уже по нашему времени в ночное время, то есть спали уже. Мы старались, конечно, давать им олютарокок, да, взбадривать их всячески, чтобы они все-таки выстреливали. Но все равно немножко, конечно, разница во времени дала себе знать. Отличный задел на будущие победы земляков заложила Элина Мороз. Она успешно выступила в группе 12-13 лет. Золото девушке принесли два раздела. Один из них – ката, бой с воображаемым противником. Ката, который называется Гаджи Фошо, я делала его на соревнованиях во втором кругу. Это одно из самых сложных и длинных ката. Элина с триумфом выложилась и в реальном поединке к Умите. Несмотря на то, что соперницы были немного выше роста, наша спортсменка не стушевалась. В основном била в корпус. Ну, я атаковала в голову. Часто не давали баллы, но приходилось доказывать, что могу еще заработать баллы. Удачным после трехгодового перерыва было выступление действующего каратиста – сенсей областной спортшколы Алексея Новикова. Он выиграл первое место среди мужчин в весе до 84 килограммов. Я почувствовал себя вот в своей тарелке и начал что-то свое. Начал уже и двигаться легче, движения стали, уже расковывался. Три золота, семь серебряных и пять бронзовых наград взял Сахалин. Тем самым вышел на третье общекомандное место. Игорь Антипов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. А я напоминаю, что наши новости вы также можете посмотреть на сайте агентства Сахалин Курилы по адресу skr.su и в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. В предстоящие сутки на островах ожидается облачная, местами пасмурная погода. До Вахе пройдет снег ночью до минус 15 градусов, днем от 11 до 13 мороза. В центральной части острова ожидаются осадки. В Александровске Сахалинском температура ночью 8-10 градусов ниже нуля, днем потеплеет до минус 12. В Тымовском пасмурно температура ночью до 15 градусов мороза, днем 12-14 ниже нуля. В Смирныховском районе без осадков ночью 16-18 градусов, днем 12-14 ниже нуля. В Углегорске пройдет снег, температура ночью до минус 7 градусов, днем минус 9-11. В Паранайске пасмурно температура ночью до 11 градусов мороза, днем минус 10-12. В Макарове ночью минус 7-9, днем минус 10-12 градусов мороза. В Долинске преимущественно без осадков, температура ночью минус 9-11, днем минус 6-8. На юго-западном побережье в Холмске и Невельске значительная облачность, ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем до минус 6. В Аниве небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура ночью до минус 9, днем до минус 5. В Корсакове облачность с прояснениями, без осадков, температура ночью минус 8, минус 10, днем до минус 5. На Курильских островах значительная облачность, ночью минус 2, минус 4, днем около нуля. В Южно-Сахалинске 30 ноября осадков не будет, ночью минус 8, минус 10, днем до минус 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова